Жители так называемой новой поляны в Сосногорском районе оказались в парадоксальной ситуации. После переселения туда то и дело вскрываются все новые проблемы. Александр Думбурович узнал, прописанным можно быть и в поселке Призраки. Несколько лет назад жители, признанного неперспективным и закрывающегося Сосногорского поселка Иван-Юль, получили жилье в этом новом микрорайоне поселка Поляна. Однако у некоторых жильцов, а их оказалось большинство, получилась интересная ситуация. Ключи от нового жилья есть, а вот документов, подтверждающих право находиться на этой земле, попросту нет. По сравнению с Иван-Юлем, у нас один есть большущий, большущий плюс, это то, что близко к городу. На этом плюсы и заканчиваются, рассказывает Галина Васильевна. Практически сразу начали вскрываться недоделки строителей. Но если Галина-Наливайка еще делает ремонт своими силами, то у соседки, бабы Шуры, в свои 70, сил на это уже нет. Вот, к примеру, картина на стене несет не только декоративную функцию, загораживает облезлую стену. Но и эта проблема для бывших иван-Юльцев не самая значимая. Гораздо важнее то, что участки размежевали, а вот право на них, как и на сами дома, большинству новоселов так и не выдали. А вот поверите, нет, мы по Иван-Юле еще прописаны. Вот, а живем тут, дай Бог память, да, уже вот пять лет. У меня есть только вот кадастровый паспорт, что я застройщик, кто-то там этот строитель. А по большому счету больше ничего нет. Приемка, сдача. Земля не наша. Стали выяснять, оказалось, по документам на земле, где сейчас мирно живут переселенцы, густой лес. Чиновники в свое время просто не позаботились, чтобы землю передать из Федерального лесфонда в муниципалитет. Отсюда и все проблемы. В несуществующем поселке невозможно не прописаться, не продать вроде бы свой дом. В дело вмешалась прокуратура. С ноября, с декабря мы стали заявлять иски о признании права собственности на живые дома. И только после завершения вот этой стадии будут заявлены иски о земле. По-другому у нас не получается, потому что в силу гражданского кодекса только земля под объектом капитального строительства может быть отнесена, значит, переведена в собственность граждан. Сейчас уже подготовлено около 40 судебных исков. Рассмотрение каждого – дело долгое, а потому в прокуратуре советуют жителям запастись терпением. Александр Домбурович, Павел Щеглов, телеканал Юрган, Сосногорский район.